Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Снова мы в сборе для того, чтобы оценить фундамент и те новостные события, которые были вчера и которые повлияли на динамику основных валютных активов, которые мы с вами торгуем изо дня в день. Сегодня у нас на повестке очень важный макроэкономический отчет. Как вы знаете, это данные по рынку труда США. Очень важная статистика, потому что она напрямую влияет на состояние американской экономики и, возможно, повлияет на решения ФРС по поводу ужесточения монетарной политики. Безусловно, американский регулятор будет исходить из данного сектора. Наша задача, как трейдеров, которые верят в американца, понимают то, что он должен расти, потому что, опять же, президентство Трампа обязует его, по сути, делать это. Наша задача анализировать еще и статистический макроэкономический фонд, ища дополнительную поддержку там, особенно тогда, когда мы вынуждены быть своего рода в режиме ожидания от текущего бездействия в плане стимулирующих реформ господина Трампа. Но время идет. Я думаю, что и сам Трамп прекрасно понимает то, что нужно уже говорить не только о протекционизме, нужно не только портить отношения с партнерами и будоражить рынки кадровыми перестановками в рамках соответствующих и всевозможных ведомств США. Нужно говорить и о том, что было обещано им в качестве стимулов. Надеюсь, что это произойдет очень скоро. Ну, как и всегда, во всем по порядку. Давайте начнем с нефти. 56.68 на закрытии вчерашнего дня. Сейчас актив торгуется на 56.76. Небольшое открытие с гэпом, но видим то, что идет снижение. В целом, неделя оказалась результативной для бэков, для покупателей, потому что нефть торгуется выше, чем мы стартовали, к пятидневку. Хотя то, что сейчас вот этот оптимизм, который присутствует на рынке, ну его можно связать лишь только с тем, что трейдеры по-прежнему верят в сделку ОПЕК, констатируют вместе с теми, кто следит за статистикой, факт подтверждения того, что условия сделки соблюдаются. Регионы, которые присоединились к этому соглашению, действуют в рамках индивидуальных код. И вот последние новости со ссылкой на рейтерство, что на текущий момент это соглашение уже работает примерно на 80-83%. Уже выбрали с рынка примерно 1,2-1,4 миллиона баррелей по производству в сутки, а целевой показатель 1,8. Из других позитивных факторов для нефти, ну при всем уважении к этому инструменту, их попросту нет. Ну разве что слабость доллара. Ну да, доллар остается одним из самых ведущих активов, а может быть даже самым ведущим, задающим тон и формирующим настроение. Соответственно, если у нас американец сейчас снижается, значит выигрывают рисковый актив, к которому традиционно относятся и нефти. Но опять же, мы с вами начали брифинг с того, что обозначили наличие фундаментальной основы, которая может повлиять на рост американца. Значит и настроение могут быстро испортиться в отношении риска и в отношении нефти. Надеюсь то, что настроение не испортится, потому что новостная картина, она не меняется в целом. Фундаментальный фактор слабости по-прежнему выше крыши. Вот сегодня индекс PMI Кайкин, который характеризует промышленный сектор Китая. Мы в начале недели уже получили первый сигнал на то, что сектор по-прежнему испытывает трудности. И вот данный индикатор, возможно, более объективный. Это как если сравнивать отчеты по бизнес-оптимизму в рамках Германии и ФАИЗЮ. Мы анализируем, мы первый. Второй, но говорим то, что более крутой и стоящий отчет достойный. Внимание, это ЗЮ. В данном случае, сегодняшний PMI характеристика сектора, производственного сектора имеет очень важное значение для трейдеров, которые оценивают китайскую экономику. 51 с 51,9 спад и постепенно индикатор смещается в район 50, который отделяет восстановление от стагнации, исключающей перерасти в рецессию. Слабая статистика, соответственно, намек на слабость Китая и потенциально недостающие показатели по спросу, который мы можем наблюдать в 2017 году. Сегодня у нас, если уж резюмировать, есть два фактора, на которые мы должны поставить, если верим в ослабление нефти. Это потенциальный рост доллара, поддержка должна прийти со стороны рынка труда национального по США. И замыкать день и всю неделю будет отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам, право им США в 21.00 по московскому времени. Если уж мы видели прирост тогда, когда цены на нефть держались в районе 54-55 долларов за баррель, то, учитывая, что всю эту неделю, по сути, цены держатся выше, мы можем рассчитывать на то, что интерес к сланцевому болению был более выраженным. Соответственно, можем ставить на то, что количество несильных платформ уже перешагнет за 570 штук. Об этом мы с вами уже по факту будем говорить в понедельник. Я верю в то, что сланцевый интерес производителей, он очень высок. Мы говорим о том, что объем добычи в США будет расти. И только Соединенные Штаты Америки уже нивелируют весь позитив, связанный с этой сделкой ОПЕК и прочих регионов. Поэтому, как и раньше, я остаюсь в числе медведей по бренду и WCI. И советую вам все-таки больше исходить из похожего сценария и расклада по трейдингу. Рубль против доллара 59.39. Сейчас ниже 60. Мы снова ушли, но недалеко особо. Новостная картина по российской экономике, в принципе, точно такая же, как и днем ранее. Я повторяться не буду про все эти проблемы, с которыми сейчас сталкивается российская экономика. Мы знаем то, что монетарные ведомства сами уже заинтересованы в том, чтобы держать рубль пар выше текущей отметки, выше отметки даже 60 рублей против американца. Сегодня довольно интересная сессия и для российского рынка, потому что 13.30 у нас процентная ставка рефинансирования в России. Те, кто забыл, она на текущий момент находится на отметке в 10%. И давайте быстренько так оперативно порассуждаем, что с этой ставкой может быть поднимут или опустят. Если поднимут, то это для российского рынка, особенно для рынка внутреннего хритования, позитивный фактор, который должен привести к локальному позитиву и, разумеется, поспособствовать укреплению рубля. После того, что мы слышали и уже получаем в формате фактических действий от Минфина по девальвации рубля, наверное, было бы несколько промечивать сейчас полагать, что Центральный банк будет идти в разрез, опять же, с позиции прочих монетарных ведомств и создаст условия для укрепления рубля тогда, когда нужен дешевый рубль. Поэтому снижение ставки я сегодня не ожидаю. Рост, конечно же, тоже, поскольку сейчас и инфляция контролируемая, да и девальвация пока не настолько серьезная, чтобы нужно было бы бросать в ход артиллерию, предполагающую ужесточение монетарной политики. Поэтому я сегодня ставлю на сохранение нейтралитета Центрального банка, то, что ставка останется на прежнем уровне в 10%. И не полагаю то, что рубль в связи с этим будет, скажем, слишком колебаться, продемонстрирует выраженную волатильность только из-за этого отчета. Определяющим будет, как и раньше, нефть. Еще в 16.00 у нас квартальный отчет по ВВП российской экономике. Месячный показатель был очень плохой. Рецессию мы уже с вами зафиксировали. Зафиксировали, скажем так. Сегодня ждем слабые цифры по квартальному приросту. Ну и, соответственно, надеемся, что это будет признаком и причиной давления на рубль. Ждем пару выше 60 и, собственно, закрытие выше отметки недели. Доллар и иена. Здесь можно говорить очень много, потому что статистика, которая выходит практически всю неделю, она касается американского рынка. Ее было уже очень много. Эдипи, активность в производственном секторе, индекс разгона инфляции и все эти отчеты характеризуют, в целом, если не вдаваться в подробности и не лезть в дебри фактических цифр, все они указывают на сохранение тенденции роста. Важно. Эдипи. Еще раз напомню, 246 тысяч прирост 200, точнее со 151 тысяч. Прогноз был также довольно скромным. Эдипи у нас является, вот мне нравится формировка, своеобразной репетицией перед Non-Farm Perils, то есть перед тем отчетом, который будет опубликован сегодня. Если у нас хорошая цифра по Эдипи, мы с вами можем рассчитывать на то, что и Non-Farm Perils также будут довольно на хорошем уровне. Вчера еще вышли отчеты по производительности труда. Второй квартал подряд у нас роста 1,3, в этот раз против прогноза 1% из заявки на пособие по безработице. Сотая юбилейная, скажем так, неделя подряд, когда отчет ниже 300 тысяч. 246 тысяч заявок против прошлого 260. Тоже сплошной, очень затянутый в хорошем смысле факт о сохраняющемся восстановительного тренда. Я думаю, что заявки мы также можем смело использовать в качестве еще одного базиса, чтобы увидеть более-менее хорошие показатели по Non-Farm Perils. Напоминаю, что сегодня этот отчет в 16.30 выйдет. Хочу сразу сориентировать у вас то, что уже совсем скоро, 10 февраля, состоится встреча между Дональдом Трампом и премьер-министром Японии Синзо Абе. Я уверен, что будут обсуждать в том числе в каком-то формате, конечно же, сохранение торгово-партнерских связей, потенциальные изменения действующих соглашений. Ну и коснуться ситуации на валютном рынке, особенно в контексте последних острых фраз со стороны Трампа, который обвинил Японию, так же как Китай, в искусственном создании преимуществ для национальных производителей через девальвацию. Я думаю, что эта встреча будет интересна, опять же, учитывая то, что Трамп, будучи, конечно же, агрессивным таким политиком, идет на конфронтации, которые уже были замечены всеми, без исключения. Собственно, я думаю, что это единственная причина, по которой мы до сих пор не увидели роста доллара, потому что все то, что мы слышим сейчас от Трампа, оно как раз больше касается именно политики и действий, связанных с протекционизмом. То есть это то, что как раз не ожидали сразу, а вот обещанных стимулов пока нет. Я уверен, что реформы Трампа, они априори подразумевают наличие гораздо более сильной национальной валюты. И все, что мы видим сейчас, это лишь период привыкания к президентству Трампа со стороны трейдеров. Как только появится первый сигнал вот этих стимулов, о которых я говорил, соответственно, доллар и японская иена вернется к восходящему ралли, покажет нам тот уровень, который мы с вами ждем уже довольно-таки давно. Дальше идем. Евро против доллара. Вчера, кстати, тоже просело. Здесь хочу отметить комментарий главного экономиста Европейского центрального банка Питера Проетта. Как вы знаете, это один из самых интересных персонажей для ЕЦБ, в рамках ЕЦБ. Потому что Питер Проетт, уже мы проводили такую параллель, выступает и дает пресс-конференцию тогда, когда нужно изменить тренд на рынке. В данном случае Питер Проетт справился с ролью и с задачей, если нужно было ослабить евро. Потому что европейская валюта активно росла, она пользовалась поддержкой слабого доллара и под конец дня, несмотря на то, что слабость американца сохранилась, евро также просел. Произошло это после того, как Питер Проетт еще раз сделал акцент на то, что цель в 2% по базовой инфляции это трудно достижимая цель в короткий промежуток времени. И то, что программы количественного смягчения и экономические стимулы будут продолжены в том же самом ключе, что и раньше. Ровно то, что мы слышали от других влиятельных, видных чиновников ЕЦБ. И, собственно, ровно то, что мы слышали от дороги, которая вообще возглавляет этот центр денежно-кредитного регулирования. Поэтому европейская валюта, возможно, уже находится на экстремах. Я думаю, что если вы внимательно шустрите в сводках новостей, вы уже неоднократно видели такую позицию. То, что те, кто выжидал, сейчас прекрасная возможность продавать. Те, кто продал раньше, вы наконец-таки уже находитесь на вот этих последних периодах, когда рынок заставляет нас нервничать, испытывает нас, но уже готов развернуться, чтобы пойти к более низким значениям. Фунт против американца. Я не буду повторяться в целом по поводу того позитива, который был в отношении фунта. Он связан с фундаментальными событиями, с формулировками ТРЗМ. Вчера был очень насыщенный день для Англии. Изначально все были абсолютно уверены, что политику менять не будут. Ставка на прежнем уровне 0,25, объем выкупа активов 435 миллиардов фунтов. Сопроводительное заявление вышло, потом протоколы, прошло голосование по поводу изменения денежно-кредитной политики. Все без изменений. В данном случае на что нужно было сделать акцент? Изначально, куда больше интереса был связан и куда больше интерес трейдеров был обращен на прогнозы по темпам экономического роста и инфляции. И вот я прям выписал себе цифры и прогноз на ближайшие два года. По инфляции 2,562,7, на ближайшие три года 2,362,49. А что касается темп экономического восстановления, то на первый квартал 2017 года он пересмотрен с 0,6 до 0,5%. Также после итогов заседания Банка Англии пресс-конференцию дал руководитель данного регулятора Аккарни, который отметил то, что инфляция, если и выйдет за пределы целевого диапазона в 2%, это будет очень непродолжительное явление. И, конечно же, мы все прекрасно понимаем, с чем это связано. С ослаблением фунта после Брекзита. Ну вот, получив сигнал рынка о том, что прогнозы по инфляции пересмотрены в сторону снижения, да и от экономического роста ожидают не самых лучших показателей, давление, конечно же, на фунт усилилось. Это локально привело к тому, что пара потеряла больше 150 пунктов и сейчас находится на отметке 1,25-23. Но, опять же, все может быстро измениться, потому что теперь после статистики мы снова переключаемся на процедуру Брекзита, на голосование в двух палатах парламента и на более детализированную четкую картину выхода Англии из состава ЕС. Это позитивный фон, позитивный сценарий, который раньше рассматривался, сейчас, скорее всего, уже притворяется и реализуется. Возможно, даже Англию даст сохранить доступ к единому европейскому рынку. Мы до этих пор, когда уже будет инициирована 50-я статья, у нас есть еще много времени, больше месяца. И я все-таки полагаю, что мы по праву можем ставить на возвращение пары в район 1,27. USDCAD здесь все без изменений. В данном случае мы оттолкнулись от 1,30. Надеюсь, что сегодняшняя слабость нефти поддержит идею роста этого дуэта активов. Если уж не слабость нефти, то, по крайней мере, доллар, у которого сегодня один из последних шансов, благодаря статистике NonFarmPails, отстоять свое лидерство, воспользуется этой возможностью. И после такого разочарования, которое обрушило буквально на все финансовые рынки, на всех трейдеров, которые верили в его рост, покажет стоящую восходящую динамику. Я на нее очень рассчитываю и знаю, что среди вас также есть много оптимистов. Поэтому сегодня я ставлю на усиление позиции американца и на прессинг всех валютных активов. Но, пожалуй, только за одним исключением это фунт. Из важных отчетов сегодняшнего дня. В 13.30 ставка в России, в 16.00 квартальные данные по ОВП, в 16.30 мы переключаемся на NonFarmPails, в 18.00 статистика ISM в сфере услуг. И замыкать день будет отчетов 21.00 Baker Hughes по активным нефтяным платформам. Эти отчеты я уже разобрал. Что и как ожидаем, думаю, все понятно. Если остались вопросы, я всегда готов ответить на каждый из них. Либо на форуме о Маркетс, либо на канале на YouTube. Оставляйте ваши комментарии прямо под самым актуальным выпуском, собственно, аналитики, которую я стараюсь делать каждый день. Те, кто еще не подписался на канал, безусловно, мое напутствие, сделайте это, потому что так вы будете в курсе всего самого обновленного и нового контента. Ну и, конечно же, пожалуйста, ставьте лайки, которые имеют очень большое значение. Хорошей вам торговой сессии, прибыльного дня. Увидимся уже в понедельник и дважды, как на брифинге, так и в ходе вебинара, который состоится в 16.30 по московскому времени. Всего доброго, до свидания и хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok